Во имя Отца и Сына и Святого Духа По просьбе людей попросили сделать разбор выступлений Низорова Александра Глебовича Тут заголовок такой Низоров и Задорнов РПЦ по берушке от креста Очень длинное, прям столько же я времени потратил И ничего нового нету, то же самое, одно и то же Но и это пришлось мне разобрать Вот вы говорите о том, что они по берушке от креста Абсолютно правильно Я с этим уже выступление делал, говорил Монахи, монашки здесь как будто они никогда не молятся И они по всем магазинам, по предприятиям везде идут и идут А как вы знаете, очень просто знать, потому что я по берушке сам А как по берушке? Волка ноги кормит, поговорка есть Я начальник детского лагеря, я набираю детей, которые Бывает никому не предложат, и мне надо их прокормить И поэтому я иду в одно или два только где-то места И больше не хожу А что ты просишь? Ну не денег, конечно Я прошу муки, у меня есть тестомес Прошу крупы, там сахар, то есть то, с чем я могу ребятишек накормить Ну и с ними я питаюсь, и обслуга где-то И мне говорят, а до вас были уже здесь И что интересно, им не даешь? Так они прям с проклятиями с такими Там анафема тебе и прочее Я говорю, мне тоже бывает не дают, но я за них молюсь, поблагодарю Бога И бывает так, что эти, кого я поблагодарил, они мне домой звонят и говорят Когда дома будете, мы завтра вам мешки привезем Я не хожу по городу И то я просто стыжусь пойти Ну однажды я так сказал, замглавы администрации железнодорожного района Голобокова Светлана Ивановна Такая женщина гром, хорошая И она говорит, ты для кого просишь? Я говорю, для детей Да какое ты право имеешь стыдиться? Мы помогали и будем вам помогать Вот и весь ответ 40 лет без помощи государству, без рубля Тысячи детей Господь позволил мне поднять У меня обслуга, все работают бесплатно, волонтеры И поэтому, и бывает, приходится с кем-то разговаривать Они говорят, а у нас уже были православные Там был яромонах, собирал деньги, как бороться со спидом Как будто он их сам заразил Откуда он знает? То есть такие мнения о священниках даже не выскажешь Вот то, что он говорит здесь, Немзоров Он абсолютно правильно говорит И от этой заразы, проказы, сребролюбия Московской патриархии Им никогда не избавиться Был такой Краснов-Левитин Назовем его историк церковный, писатель Он шесть сроков отсидел здесь И он писал Кажется, орлиная песнь его И говорит, наша страна больна проказой Это трусость и корысть Корысть и трусость И трижды больна этой проказой Моя родная православная церковь Я подтверждаю это действительно так Ни шага нигде не сделают Лукавые и хитрые священники Процент или полтора процента Стоят машины за освещение Уже освещение машины Уже ролики ставят, показывают Пародии всякие С них как с гуся вода Даже как будто ничего не слышат Сказали, за таинство не брать За это надо извергать и сана А они сейчас тогда цену убрали Пожертвование Какое? Обязательное За крещение 500 рублей За венчание полторы тысячи рублей А я-то с людьми занимаюсь Ко мне люди подходят и говорят Вот у меня муж маловерующий Мы прожили жизнь невенчанной Теперь мы узнали, что это блудная жизнь И хочется повенчаться Я мужа долго готовила к этому Ну вот мы пришли И вдруг такая цена У нас даже пенсии не хватило Ну и мы ушли Говорит, так и не повенчались Я еще могу сказать Вы ответите за это Повторю слова Иоанна Златоуста Он говорит, если одна душа О священник Погибнет по твоей небрежности Тебе не хватит Всей жизни рассчитаться за нее А их гибнут миллионы По вине этих священников Притом мы лгут Совершенно знают, что не так А он лжет Абсолютно Вот даже говорить Не стал бы никогда Но я встречаюсь постоянно Мы идем в деревнях В районных центрах Бывает, приезжаем 46 человек На 6-8 машинах И в каждый дом Заносим Евангелие дарим Собираем людей Заранее договариваемся С администрацией местности В клуб или где Везде хорошо принимают Где нет священника Священник есть Он намертво становится Не принимайте И он что угодно говорит Это американские шпионы Борода отпустили с поясами У нас у всех принято Поясок вот так вот носить Он все абсолютно соберет Что только где считало Слышал Это белое братство Это Виссарионов Это безумие полное Я что сделал Ничего не сделаешь Они приговоренные Они непрерывно лгут И опираются на власти Александр Невзоров об этом говорит Прислушайтесь к нему Он знает эту систему Потому что был там Он не знает Настоящее христианство Он никогда не был Среди отделенных баптистов Но он был среди тех Которые здесь есть Тем более у него среда Большие чины имели В КГБ Он видел как стучат Они друг на друга Об этом О том что в церкви У нас непорядки Много говорит сегодня Отец Дмитрий Смирнов Профессор Московской духовной Семинарии Академии Осипов Алексей Ильич Чудесные его проповеди Выступления С народом Когда он говорит Конечно лучше всех Как я признаю по Библии Говорит это Священник Олег Стеняев Он приезжал по Теряевку Я его не понаслышке знаю Встречался Об этом говорит Очень хорошо Отец Петр Мещеринов Что у нас Он говорит о московской патриархии Не о нас Лубочное христианство Спас яблочный Спас ореховый Спас медовый Какой медовый Когда Христос на Голгофе умер Один спас В Голгофске У нас главное ребенка Опрокинуть Раскрыть ему рот Зафиксировать И положить в рот Вот как Александр Невзоров Пользуется Там мясо То другое Да все это от Толстого взято Почему Многие иудеи Соблазнились И не где-то Евангелие от Яна 6.66 То ли случайно Так подошло Три шестерки Или нет И вот я гляжу Александр Невзорович Больше всего на этом сливается И вместе с иудеями Как бы отошел Я сразу увидел Такую аналогию Когда речь зашла О причастии Кто не будет есть Плоти сына человеческого Не будет иметь в себе жизни Вы будете искать ее Ее не будет нигде Без покаяния Без священных рук Этих людей Священников Нет спасения Златоуст говорит Я знаю Не такой священник Да не такой Я ему высказал И тут же иду к нему На исповедь Почему? На нем благодать Особая благодать Я это признаю По моей вере православной У вас ее нету И поэтому Я вас не судить Ничего не могу Но у вас нет веры У меня есть У вас это ваш путь Верующие люди Имеют Название другое Святые избранные Имена написаны На небесах Другой неверующий Имя его уже прописано У сатаны Каждый идет своим путем Куда он придет Но свобода не отнимается Ты можешь покаяться И в последний день Как разбойник Как хуритель Но покаяться Разбойнику легче Чем писателю Человеку Который умственным Своим талантом Служил к погибели других Вам будет надо найти Всех кого вы отравили Своими выступлениями И обратить их На путь спасения Вот сейчас осудили Попутно хочу сказать Квачкова Владимира Васильевича Я смотрел его выступления Есть такие выступления Которые ни на чем Не основаны Когда спрашивают О патриархе Кирилле Он говорит такие слова Я даже произносить боюсь их Откуда у него такие данные Я бы мог иметь эти данные Но если бы имел Я бы их не произнес Даже эти данные Были бы премьер-министр Президент Я бы тоже их не произнес Есть грань За которой нельзя залазить Там уже Или хула на Духа Святого Или что-то Возврата оттуда нету Бог отнимает Возможность покаяния Вот я прослушал Очень много невзора У меня такое мнение Что где-то Не приведи Господь Александр Глебович Или балансирует Или перешел эту грань Значит возврата Оттуда уже не будет И друзей у него Настоящих никогда не будет Никогда И кончина будет ужасная Какая-то Не такая как обычно Как Одафана Верона Я не пугаю Ничего Просто я знаю историю В моей жизни Это все было Всех которые Выступали против истины Они внезапно исчезают Их никого не будет Не будет Ищу Беззаконника Расширявшегося Как многоветвистое дерево По эфиру Везде Но его нету И следа даже нигде нету Ищу и не нахожу Чтоб с нами Это не случилось Нужно выйти на проповедь Так как говорит Патриарх Еще будущим митрополитом Менять тактику Идти на распутье дорог Звать людей Андрей Кураев говорит Если мы это не поняли Шесть пятьдесят лет Будет московский халифат Не московский Патриархат Вот сейчас говорят Столько порнографии Так же столько Людей погибло Каждый год по миллиону После перестройки Почему это не говорят Адвентисты седьмого дня Почему это не говорят Пятидесятники, баптисты Потому что Их это не касается Это касается православных Я работал в тюрьме Восемнадцать лет Почти полных восемнадцать лет И скажу, что Преступники, которые сидят там Почти все крещеные Почти все православные И священник Может приходить туда Нынче пришел Там Женский лагерь Там четыреста Кажется Семьдесят женщин Только две не причастили Всех остальных он причастил И опять ушел Златоуз говорит Лучше Тело мое Отдам Псам на растерзание Чем тело Христово Недостойно Причащающемуся Ни эпитимии Не накладывает Ничего Священники Сегодня Самые лютые Враги церкви Самые лютые Враги Христа Это я вам говорю Испытывая на себе Все время Никаких не надо Ни каноны Да пошел ты со своими канонами Как так Это каноны Ты что серьезно веришь Они не верят в это Я показываю Библию А ты что баптист Это они с Библии носятся Они не верят Они не верующие Парторги разные Они Бесталанные Ни к чему не пригодны И поэтому куда В Попыда В экологию В артисты Куда-то пойти Какая разница куда пойти Пойти на стройку Они не пойдут Не пойдут Вот они на меня нападают У меня 38 книг Ну 10 лет уже прошло Уже 12 лет Как книги я начал издавать Ну могли бы собрать Каких-то центров И доказать Что где-то Кто такой-то Страница такая-то Покажите По сегодняшней день Ничего нету А все время клевещут Борьба за рубль За свечки Да так и есть Александр Глебович Говорит Это так и есть Матфея 23.15 Горе вам Книжники Фарисеи Лицемеры Что обходите Море и сушу Дабы обратить Хотя одного И когда это случится Делайте его Сыном Гиенны Вдвое Худшим вас А кому это относится Ну кто проповедует Ну кто Какое учение Ну вот говорят Всех-то Невзорова Там Задорова Ну тоже приходится Вам прислушаться К этим словам Элемент оккультизма У вас просто Сквозит везет Я не скажу То другое Я например Все говорю Ничего не скрываю Мы ролики Нигде не отрезаем Вот как есть Засняли Так и ставим Даже вообще Никакой оккупировки Не делаем Лука 13 глава 3 5 стих Нет говорю вам Но если не покаетесь Все так же погибнете Погибнете Вот откуда это все Нужно покаяние для всех Если верующий Ничего за собой не знающий И молится И просит Бога Простить его каждый день Тем более человек Который ни разу Не был в церкви И не ходит на исповедь Он весь покрыт грехами Облеплен демонами Бесами Если учат против церкви Там нет целого места на нем Он весь изранен И этого не понимает Если бы открылась душа людей Которые проповедуют Против Христа Против церкви Не желая ее Существования Или изменения То мы увидели бы Одно кровавое мессиво Там все изранено Там нет мира Там страшные сны У них все работает неправильно И спрашивается А где выход? Выход один в покаянии Перед Христом Перед Богом Исайя 1.3 Это глава Которая говорит Какие мы должны быть И какими не должны быть Вол знает владетеля своего И осел ясли господина своего А Израиль не знает меня Народ мой не разумеет Увы народ грешный Народ обремененный беззакониями Племя злодеев Сыны погибельные Оставили Господа Призрели святого Израилева Повернулись назад Во что вас бить еще Продолжающее свое упорство Вся голова в язвах Все сердце исчахло От подошвы ноги До темени головы Нет у него здорового места Язвы Пятна Гноящиеся раны Не очищены Не обвязаны Не смягчены Илеем Земля ваша опустошена Города ваши Сожжены огнем Поля ваши В ваших глазах Съедают чужие Все опустело Как после Разорения чужими Когда вы приходите Явиться перед лицом Мое Кто требует от вас Чтобы вы топтали Дворы мои Не носите больше Даров тщетных Курение отвратительное Для меня Новомесячные субботы Праздничных собраний Не могу терпеть Беззакония И празднования Новомесячные ваши И праздники ваши Ненавидит душа моя Бремя для меня Мне тяжело нести их Речь говорится О тех кто ходит В храм То есть О верующих И в первую очередь О православных Что хуже быка Хуже осла Они знают владетелей Господина своего А это и к Ашпировскому И кому угодно шли Шли Это православное паство И нет той беды В которую они бы не залезли Сегодня танки Все освещаются Тоже Дмитрий Смирнов Сколько на нем Этой беды погибли ребята Непризнанные Забытые и проклятые Как ролик один стоит Сколько их там Сожженных Неопознанных И все благословляют Благословляют Зачем Меня спрашивают А вы знаете что делать Конечно знаю Об этом Солженицын говорил Мне зачем придумывать Считайте его внимательно Мир может быть только там Где у тебя мир в душе Если в душе мира нет Мира нет У тебя не будет мира Вот мы в Потеряевке Поселок который строится С нуля Православный И вдруг машина Там редко машины ходят Удаленное место Едут мусульмане Приехали Мы с ними начинаем разговаривать А вы Аллаха признаете А вы знаете что он пророк Магомед Мухаммад Его пророк У нас сразу разговор Пошел как надо Почему Я мусульманством занимался И весь Коран Впервые разобран По сурам и аятам Вот Восемнадцатый том В сравнении с Библией В каждой книге У меня здесь Семьсот пятьдесят две страницы И здесь примерно По три тысячи ссылок На священное писание Я занимался священным писанием Пятьдесят лет Иногда до десяти часов Просиживал над Библией И считая толкование Святых отцов И зазирать Библию Она мне не нужна Не просто как исторический памятник А с такой изъевкой Говорить Вам это Александр Глебович Не простится Говорит С ни в семь веки Не в будущем Если для вас Библия не авторитет Для вас тогда вообще ничего нет Вот здесь я могу прямо призвать вас К покаянию Прекратить безумствовать Против Христа Против Библии Против церкви Церкви Христовой А то что вы видите Патриархии И правильно Нужно правильно им донести А как Жизни свои показать Они посты нарушают А я вот не нарушаю Призываю Подражайте мне Как я Христу Как Павел писал К филиппийцам Вот они говорят Земли разрушенные Погибли 17 тысяч Мы взяли участок земли Конкретно Строятся деревни На православных Обычках Никто не пьет Не курит Не матерится Не ворует Не лжет Пожалуйста Говорят Преступников много Ну и что ты сделал Я иду в тюрьму И работаю Меня преступники Так слушают Может как никого Не слушают Они знают Я каторжник Я знаю О чем он думает Сидит И мне следователи Разрешали копаться В делах Выбирать Какого-то Самого отъявленного Убийцу И его вызывают Я как следователь Сижу в кабинете И работаю с ним Их пятеро судится Четверо Выходят на свободу Так они встречаются Когда Здесь было Я однажды Попал Среди преступников А один из них Увидел Меня отступитесь От него Как от доктора Газа Сами спасали Они и меня так спасали Говорят Что у нас студенты Ничего не знают Я около 20 лет В разных университетах Преподавал И ни рубля не получил Ни рубля Вот Большая беда Вот у нас евреи Все засыпили Все они похитили А что ты сделал Ну сделайте то Что в моем доме Вот еврей Он обратился Стал православным Священником У нас священников 20 тысяч Каждый пусть это сделал Накетомирянин Ну чтец Никакой Конкретно Я уже говорил об этом Следователь КГБ Обращается в моем доме Делается священником Пожалуйста сделайте По одному такому делу И нам не надо Ни с КГБ воевать Ни с евреями Ни с мусульманами А воевать надо Но оружие Только одно Любовь Я вот когда в тюрьме Бываю Ну бывает Говорит Я татарин Я чеченец Я в первую очередь Ему помогаю Бумагой Литературой Бывает на Пасху Там принесем что-то Яйца Крашеные Сами покупаем И туда несем Я иду ходатайствую Там одежду Мыло Когда где-то не бывает Конечно все с разрешения Начальства Тюремного Как они в голодовке были Я с трудом добился Чтобы меня запустили У меня близкие отношения С прокурором Края Генерал-лейтенант И как вся камера Вышла из голодовки Мне звонит Режимно-оперативный работник Подполковник И говорит Я проработал всю жизнь в системе И не видал такого Что вы им говорили Я им рассказал о Боге И сказал Что как Солженицын говорит Голодовка имеет смысл Если тебя поддерживают на воле Вы не выйдете здесь Уже третий день не идите Поешьте Вечером Но сегодня постите Завтра Пасха А за вас я пойду Ходатайствую Главе администрации Краевой Прокуратуры везде Вот и все Вы начните работать Не просто Ну философствовать Философствовать Притом в самом грязном смысле Даже не имея ничего Вот какие-то книжки собираете Имейте одну Библию Для вас вполне этого достаточно Одна страница Библии Перетянет все знания Какие у вас есть Какие есть книги Да благословит на всех Господь Для славы Его святого имени Аминь